Взял, чувствуешь, Коль? Коль, правый взял. Правой руки. Доброе здоровье, дядьки. Как вон? Нелегкая ваша работа. Нормально? Да? Гроши зачем берет? Гроши зачем берет? Такие гроши. Такие украинские гривни. Посвечи, покажите. Ну витяните, будь ласка, представьте. Вы хоть представьте, кто вы? Меня зовут Мельяновский Руслан Александрович. Являюсь основником громадской реализации и информационной центр дорожных контролей Украины. Также журналист газеты «Бюджетные кошты». Есть правые руки? И он выкинул, наверное, внутрь. Скажи документы. Кужель Артем Александрович. Державная инспекция. Третий этаж. Действительный. 18 ЛСК. 2015. Управленник ТРСА. Ага, ага. Понятно. Покажите ваше, пожалуйста. Покажите. Покажите. КН-982. Всі знають, що ви вместе сотрудничаете. Пальченко Андрей Миколаевич, первого ГАДТР, старший лейтенант до 2008. Экспектор Франкиско. 1818. Добрый день. Покажите. 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 Акумуляторы не покупают? Не покупаете? Не покупаете? Как кони. Прицепились. То машину портите. Все аккумуляторы. Как завести машину? Покажите. Чтобы вы понимали, что мы тут давно. И не надо рассказывать, что вы не берете деньги. У вас какие-то вопросы конкретные есть? Конечно. Да, есть. 200 гривен не жмут в рамане, нет? Сколько? 200. Последний. Не жмут з билої фури, нет? Это американцы. Вот я только американец. Подавился документы. Да. 200 гривен, да. Подавился спереди. Ладно. Покажите документы. Какие вы говорите, вместе вы имеете право сотрудничать, работать в одном церкви. Конкретно у нас у вас вопрос. Что вам от нас? Да. Вы именно с ними. Задавайте вопросы. Раз з вами за службу. Звук и транспекция. Я понял. У вас есть какие-то документы на співпрацию? Да. У них машина. Наверное, скорее всего, частная, не державная. Да? Личный транспортный засед. У нас державная одна машина. А вы находитесь на державной службе. Да. А на службе на своем приватном транспортном заседе. Доброго дня. А ваши документы? Подавился документы? Нет. А ваши? Да сейчас наши документы. Будь ласка, ваши документы. Документы. Близь витаяця к гражданин Украины? Да. Посадовые особи, да. Документы покажи. Будь ласка. Только будь ласка, вименьте свои документы. А что вы являетесь? Будь ласка, мы ее посвящены. Сейчас. Что написано? Старший инспектор Демедюк Роман Васильевич. Управление транспортной Киевской области. Старший державный инспектор. Видео ленивного контроля. Все, что у вас цікаво. Ну что, все нормально. Еще у вас бумага, что цікаво. Есть бумага? Какая? На совместный. Работок. А что такое у вас все? Не выписали, ничего? Отпустили? Все нормально? Пока так. Отпустили вас? Ну, страховочку сделайте. Страховочка у пана водея есть. Да, она просрочена. В 18-м месте, в 14-м. Прибази поделились. Прибази нема. Ааа. Все нормально, да? Понятно. Ну что? Я звоню, у нас тут вахи приезжают. Давайте покажем, чтобы вы, может, видели, да? Нормально? Красиво? Вы же сказали, что вы ничего не брали. Документы, правильно? Один из последних. Еще камазы. Вот тут вот. Покажите, пожалуйста, у нас до питания до вас. То транспортников все будет отдельно. У нас дислокация. Да. Вы знаете, что они берут деньги. Вы перед этим делились, как ехали на обед, или куда вы там ездили, мы за вами не поехали. Вот. У нас питание до вас. Именно до працивников милиции. Да, да. Мы увидели, что они только брали взятку. Вот я вам только что показал. Видели? Вы вместе с ними... Вы вместе с ними... Вы вместе с ними... Вы вместе с ними... Начебто. Ну хорошо. Это будет начебто. Вы были вместе с ними. Разом с ними працюете. Разом с ними толкаете машины. Разом с ними остановите автомобили. Питают. Они почему-то за страховку хотят что-то там выписывать, а не вы. Понимаете, как работники милиции? Хотя в пункте правил и в статье Купати... Я понимаю, почему он, кто-то не брал 200 гривен, а это что стоит справа, он кричит, что пан водитель давайте сюда посвящение, все дела и будем описать. Было так. Вы сами чули. Почему это делает КИН, непонятно, Укртрансинспекция на частном автомобиле, непонятно, в штанах полу-спортивных, полу-непонятных. А вы, как работники милиции, ходите, смотритесь на это все и мовчите. Покажите, пожалуйста, документ, за которым вы имеете право вместе сотрудничать, чтобы они остановили машины, брали взятки, делились с вами и все остальное. Трошки можно в чем-то помилять. Хорошо. Хай я буду помилять, разберется прокуратура, ваше начальство разберется, это все. Да, вы показываете бумажку, мы ее смотрим, записываем и мы уезжаем, созваниваемся вашему непосредственному або даже висшестоящему начальству. Вы, 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 вы можете созвониться. Вы, вы, вы можете созвониться. Куда можем дать нам? Набирай, скажи, что. Поворот на Бородянку в Сосновку. Добрый день. Продолжение следует. У вас тренирует дорожников Украины в Солокино-центр. Мы не только заставили очевидцами, но я посвященник Укртрансинспекции взял хабаря в розмире к вийскому риму. У нас все запусковано на видео камеру. Ну давайте, вы нашли там что-то? Да, да, да. Так давайте поднимемся. Что вы нашли? Автодорога Киевуру, 61-й села Феневич, 4-маховка Центр. Пидожди, а что ж тут? Так это маршрут на тронюванье. Причем тут все, что вы показываете, до этих детей? Ну нет, вы нас запитываете, почему мы тут находимся. Вы понятно. Так что вы разом с ними? Они заканчивают автомобиль. Мы работаем в направлении, у нас есть спорное направление, направление на переверку. Иванкевский район. Угу. То есть разом, да? Вам працювать приходится брать гроши, да? Мы не берем гроши, шановник. Мы фиксируем порушения. Не берете вы гроши? Нет. Вам еще показать? Вы не видели, как вот этот дядька брал гроши? Там есть действительно, что там брали люди на гроши или проверяли документы, шановник? Будь ласка, вы же не делаете из нас коррекционера. Давайте в него спитаем. Вы брали гроши? Працівник Укртрансинспекции, вы брали гроши? Вы не брали деньги? Подивите, будь ласка, что вы там лазите? Что вы там никаете эти гроши? Да, ну понятно, что не никаете. Мы не будем вас там лазать проверять. Да, понятно. Давайте я там подивлюсь, девочки, что вы видели. Можно? Да, можно? Да, можно. Немаете, или он разрешает? Он же разрешает. Я в него запитал, он разрешил. Я вам достану то, что я дивился, да? Да. А это ваш властный автомобиль? Что вы делаете на нем, на службе? Почему это делаете? Я вместе с работниками даю. Вот есть служебный. Как мне сюда добраться? На маршрутке? Тягать, чтобы стягать вот эту ДЕО, да? У вас специально этот автомобиль тут. Так держава нас обеспечила, чтобы ДЕО уже немного надо делать. Я понял. Да не буду я дивиться, у меня что-то нет чего делать. Я что-то не вижу. Я вас запитаю, вы брали 200 гривен с курью белой номером? Я же вам говорю, что документы. Вы брали 200 гривен? Не брали 200 гривен. Не брали 200 гривен. Да, точно. Все, базара нема. Хорошо. А то есть вот на видеокамеру это не вы? Не вы? Не вы на видеокамере берете гроши? Что документы берете? Берете гроши. Какие гроши? Я документы дивился. 200 гривен вытягиваю. Не лепи себе дурочка. Понял, что нет? Самотельный. Бабло, что я тут коса не берем. А почему вы тут разговариваете с державным службовцем? Не берем, бля. Это корупционер и взяточник. А чисто я дивлюсь, как панкают. Будь ласка, почему вы так разговариваете с державным службовцем? Я вам еще раз скажу. Службовец и державный. Понял, бля. Хабарник ты. Рот закривай и стой себе мовчки и все. Почему вы мне рот закриваете? Вы порушите сейчас закон. Який закон? Напиши протокол. А ты что не порушу? Давай. Визивай 102. Затримуй нас. Понял, бля. Визивай 102. Затримуй нас. Будь ласка, не матюкайтесь. Я еще раз спрашиваю. Я с вами нормально разговариваю. Что я не матюкаю? Вы обижаете лично мою особу. Так не обижайся, подумай, что тут такого. Диви, який ранимый. А как деньги в людей брать, останавливать тут? Мы не берем гроши. Мы не берем гроши. Ты мне рассказывай. Подиви, что тебе еще раз показали. 200 гривен. Ты же в очи лупишься. Ничего ты не видишь. Подиви. Ты только показывал. По новостям подивися. Да по 1.21, да по ТСН. Понял? Да. А там уже побачишь. Будь ласка. Ты думай, какие грамотные поставали. Не берутся. Короткие психологи, которые не брали. Трансиспекции. Страховки у меня. 12 часов тут держали, 2 машины. Сколько времени? Да мы басар снились. О, пошел вот звончик. Один телефончик и другой. Третий. За какие порушения вы тут запиняете автомобиль? За порушения? Да. За порушения права дорожного управления. А самое? А самое. Может действительный объект. Порушения права дорожного управления. Чем фиксуете? Что не фиксировано? Есть ли фиксирование? Есть ли фиксирование? Чем еще можно фиксировать? А вы имеете право пользоваться на службе видеорегистратора? Это видеорегистратор, нам дала держава. А что же не записали его в 33-й наказ? В 33-й наказ? Кто не записал? Держава не записала регистратора? У меня есть, а я им пользуюсь. Вам выдали на службу? Службам автомобилей. Видали вам? Видали. Номер присвоили? Да, конечно. Все есть. Хорошо, проверим. Чуешь ты? Держава службовец. А что ты куришь на службе? Я не на службе курию. Я дійшов, например, за приезжую за стену, за транспорт. Не смешно ты, не? Он не курит. Так я же не кричу, что я держава службовец. Обидчивый. Что ты обидчивый? Ну так вы же сказали, что обидчивый. Вы сильно обидаетесь. Я же до вас вертал, как и до вас вертал. Я же до вас вертал, как до Горбанівно Украины на вы. Ну да. Весь матьюків, правильно? Так вы должны так делать. Вас так прописано. А вы как? А мне не прописано, чтобы я до вас довожу на вы. Просто за вашу вечность, вашу воспитательство, как бы я вертал. Понимаете? Мы до вас так говорим, не как до держслужбовцев, а как до корупционера и взяточника. Понимаете? Я не курит, что я не взял. Хорошо. Я скажу. Мы потом вам все покажем. Поднимемся, в видео побачим. Вы все нет, а вы все нет. Понимаете? Я же не против. Я же не против. Я вас прошу. До меня вертал. Я же на такой форме стою. Машина. Держава не забезпечила. Те не те. А палочку дали. Нормально, да? Вивучили. Подходить, как до людей. Кричать туда. Взял машину. Кричал им. Да хватит с ним базарить. Давайте писать будем. И все. Не кричать это? Я не базарю. Ну а как ты говоришь? Ты говоришь им. Давай хватит с ним это. Давайте будем писать. Пане водой. Ваши документы. И все. Проверяй технический это. А не ты документы требуешь за страховку виписывать. Страховка до тебя не имеет никакого чина. Понимаешь? Я слышу его время. Я слышу. Вона до 8-го месяца 15-го года. И он новый. Да. Да. Это все записано. Я стоял за деревом. Ви еще мало того, что мы ему показываем взятки. Вы еще не видите, что я вам стою тут. З 12 часов. Или даже раньше. Вон под деревом. Сядь, как ходи. Все зафиксовано. Не переживайте. И туда вот только... Фиксуйте. Я тут не забороняю. Все есть. Не переживайте. Ви побачите. Начинаете тут рассказывать. Ну понятно, наша особистая. А что я ж? Конечно, наша. Что бы мне сказал? Выйтикать или поехать? Будем ждать? Что бы мне сделал? Это неверное умерение. Тихо. Вы не зафиксировали. Это человек. Это вас соб μου. У вас соборец. Не приятного суток. Отримайте ее. Рус, засними. Какой милиции. Я вам расскажу. Эти особи. Ты находится в этом транспорте. Я вам скажу. Скажу. Если бы посреди мне будет отжарное заявление... Я подедаю револю... Для розмого... Для граждан. Умерение? Для получения, конечно. Пройдемте, пожалуйста, напишите. Без разницы. Письмовые, устные звернения. Я уже сделаю устные звернения. Я зателефонувал на 102. Затримайте эту особу, пока не прийде 102. Вы работаете на меня, пожалуйста, я вам давал полосу. Они сейчас течут. Сейчас они течут. Я вообще рассказываю. Вы слышите или нет? Там нет транспортной заседки, про особу. А даже про особу. Вы видели видео, показывали видео. Вы видели все. Сейчас течут. Звоните, звоните еще раз на 102. Товарищи, мне нужно еще стыдать материал. Можете оставить ту людину, которая брала взятку? Она же не брала взятку. Там четко было показано, что она брала взятку. Вам показать? Да, мне, пожалуйста, показать. Мне просто самому интересно, где там. Что это значит транспортный список? Что вы хотите? Конечно. То есть вы не видели? Я с вашей дозойю говорю. Да, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Я вас не затремлю. Ну таки держслужбовцы у нас. Они очень сильно обижаются. Нет, они не включают. Нет, они не обижаются. Ну а как вы не обижались, чтобы вы с матюками разговаривали? Хорошо. То есть вы не видели там ничего? Нема там 200 гривен? Нема? Я не могу видеть. Я же не экспертиза. У меня глаза не та самая. То есть что-то я вижу, а вы не видите, да? У вас... У вас... Ви уже прилики до камеры, дивиться по камере? Я же не могу так дивиться по вашей камере. Ну хорошо. Такая нема. Вам дячно, что вы до меня обратитесь уже на вид? Это я сразу обратился на вид? Конечно. Почему ваш коллега? Не знаю. Такое. Я же вам объяснял, почему мы обратимся до вас на «ти» и с матюками, как вы говорите. Потому что у нас есть факты, как вы берете взятки. Вы коррупционеры, которые не должны работать или служить народу Украины, так как вы находитесь на службе. Вы обдираете водею. Это ваши дороги. Ну, хай будут наши. Я же вам скажу, это моя субъективная точка зору, которую я потом покажу. Я думаю, и вам докажут, что все равно правда. Так оно и есть. И все из вас будут смеяться. И поверьте, все каналы побачат вас. Субтовы datasets Спав сохран. Я работаю на Ютубer по инспекции. Я работаю elemental. Мы на Foantу на инспекции. Я вместе или вместе вот так и пишу, как выjazали. Письма так и рассказываете. Я proper whats. Так посмотрю, как вы работаете. Я тут работаю со мной. Взял хабара в размере 200 грн. Это вы утверждаете, да? Конечно. У нас есть на видео, конечно. Взял хабара. З автомобиля сейчас вам номер скажу. Скажите, пожалуйста. Вы же видели в видео. Вы что, не видели там 200 грн? Что вы так спросите? Судя из этого видео, можно утверждать, что он взял 200 грн? Все вы видели? Ну, то, что я показал. Я вам не могу спросить. Воно, когда были на великом экране, там будут... Да, конечно. Я там, как сделаю. На маленьком экране. Они все, когда берут, то они встречаются. Ага. Да-да-да-да. А как будет прокурор чи слідчий? Если не будет его данным? Если будет слідство, они скажут, что он, действительно, эта особа выполняет, то депута не манять. Тоди суда допишут? Не есть та особа, которая выполняет манять человека безусловно в том, что она... Подождите, дайте я вам пишу, кто это сделал. Кто это сделал. Кто это сделал. Я видел, какая человек брала деньги. Мы видели, вы посвящен. По-прикметам можно. Русь, я тут не могу. Та я не устанавливать надо сейчас. Не, я не могу. Ну то выключите, зачем вы это делаете? Я себе привезти в вашу торгозу. Хорошо. Вы не уйдете, да? Что вы не боятся? Добрый. Давайте я скажу фамилию, запишем. Это человек уезжает. Да. Вы можете сейчас подойти в нее и запитать. Посвященник, как работник милиции. На нее вказывают. На нее вказывают. На нее вказывают, на эту человеку вказывают. Ты что, тупой или что? На нее вказывают. Я хочу, так спілкуюсь. Подойди, узнай у него посвященник. Узнай фамилию, имя. На данный транспортный защит. Ты тупый или что? Я тебе говорю, там людина сидит. Вона скояла. Мы вказываем на это. Криминально. Да. Мы вказали на нее. Подойди, будь ласка. Подойди до нее и возьми посвященник. Подивись, перепишите. Я вам прямо вказываю на эту особу. Я какую особу? Какая особа? Она сидит в машине, та особа, которая есть на видеокамере. Еще раз объясню. Заяву я вашу принял. Особу установите, я вам скажу еще раз. На основе чего я должен установить? На основе заяви, которую вы меня приняли? Это очень хорошо. Заяву я принял. Особу установите. Заяву я принял. Сейчас придет следовательная группа. Вы что, дотики или что? Я вам еще раз объясню. Придет следовательная группа. Они уезжают. Ты не понимаешь или что? Я не могу понять. Они хотят уехать. Они не могут поставить их затривать. Я еще раз объясню. Так следовательная группа. Это очень хорошо, что есть заявы. Они заявы. Ну ты, дурак. Ебать, ебать, диви. Слышишь ты, лошара? Ты, сука, не мужик. Пидор ты конченый. Понял? Да, все два тоже стоять в киберах. Не лучше. Довбоебище, сука. Ну и как? Нормально? Что нормально? Сирлий, ты, довбоеб? Скажи честно. Это все нормально. Ты, дурак? Если вы будете задавать вопросы, которые будут стояться по сути, я вам буду на них отвечать. Я заяву взял. Ты не мог у него запитать? Я заяву взял. Я заяву взял. Мы показали на него, на эту людину. На ту людину, которая сидела. На какую ту людину? Ты фамилию его сказать? Я принимал заяву, надо было сказать там фамилию. Боже, бля. Я в шоке. Это заявник мне диктовал, я и записал. Да, это горишки. У меня есть те кто их. Он сидит во двоеба, стоял и увидел. Он написал ему. Все написал, все написал, все написал. Блядь, вам не смешно, нет? Сука, вас в статус линь, я вам говорю. Я чую, да. Как вы их знаете? Заяву никто не векает? Дай мне заяву, я вам уже разъеду. У вас есть мига. 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 Чуешь? Дай мне заяву, я сейчас буду ехать, завезу ее в райвидділ, вот эту заяву. Я записываю сам райвидділ, копию мне дай значить. Копия мне завезли. Чего? На представе чего буду копию давать. Откуда я буду знать, что ты ее не выкинешь? Позвони в райвидділ, спитай входный номер. Все, поехали. Писал працівникам, даю заяву, попросил их затримать. Он сказал, что нет права, у меня нет никакой заявы. Пока я написал ему заяву, как это произошло, что я видел, я снимал на видео. Они сели в машину и начали уезжать. Я говорю инспектору Дайкрус, затримайте эту особу, я прямо вказую на эту особу, что она брала хабар. На какой основе я не имею права, я хай приезжаю слідчим противногруппу, хай они затримуют. Это Укротрансинспекция, которые были вместе с Укротрансинспекцией, которые были вместе с Укротрансинспекцией. А как машина, на какой машине они поехали? Они уже все разъезжали, что мы там будем стоять ждать. Мы сейчас едем в сторону Киева. Мы едем в сторону Киева, что мы приехали в Феневичи. Сейчас едем в сторону Киева. Да. В Иванкове, в Иванкове я буду сегодня вечером, я могу вас подъехать до Райвидео и вам ее отдать. Да, вечером буду в Иванкове, десь, наверное, в годин 8. Буду точно, я вам все відео скину на флешку и я вам привезу, я зайду до чергового, я думаю, он там уже расскажет, куда мне подойти. Там, чеку мою... Да, да. Ну, что ты, ну, что ты, ну, ладно, давай, это. Диви, курить, перешел до людини, да? Коля, ну, орать. Ну, за ручок не надо, корсен. Надо. Не надо. На-да. Что ты будешь делать? За что? На веса что-то залить. Вложишь? Там докачать, как же ты. Балабол. Так ты позви ее, пойди сюда, скажи. Что ж ты вчера втекал? Балабол-ка! Где это там? Балабол, иди сюда! Не, не вы, не вы, товарищ инспектор, я того. Что ж ты пробалаболился вчера, лошара? Балабол, а то я поспоряю. А как? А как с тобой говорить? Ты вчера что сказал, что ты не уїдешь, блин? А до сих пор? Балаболище. Сними жучок с машины, придурок. Да? Да. Да, блин. Я мужик, я не уїду. Я мужик, я не уїду. Я не уїду. Что это вы пропускаете зерновозы, товарищи? Доброго дня. А что это вы пропускаете зерновозы? Кто пропускаю? Дивите, что это самое? Вы даете какие-то коррупционные схемы, зерновозы проходят, где-сюда, вы их реально пропускаете? Чуешь ты, что это не схема? Там ведут, что и про тебя есть. Понял? Про твоего напарника, да у нас 200 рубчиков. И про тебя есть, Камазька. Да нет, конечно. Будь ласка. На того написали прокуратуру. Та тебе что ты показываешь? Да, будь ласка, будь ласка. Это же ваша права. Все согласно закону. Дайте, будь ласка. Тебе что будем показывать? Той пиде в прокуратуру, и ты пидешь за ним. Понял? Ви зараз, в данный момент, вы получаете габаритную ваговику. Да ты что. Состану наш протокол. Видишь? А что ж ты пробалаболився вчера, а? Розкажи. Придурок, сука. Мы сейчас в пью. Скажите, будь ласка, сколько вы отримаете кошти? За то, что вы пропускаете зерновозов, а? Давай, давай. Розказывай, рассказывай, Скалский. А где твой дружаня? Корупционер. Скажите, будь ласка, сколько вы отримаете кошти? Дружаня, где корупционер, говорю? Он не корупционер. А кто, взяточник? Я покажу, это великий монетарь, иди мне покажи. Товарищ инспектор, где гляньте? Подивися, все месяц, мы вчера бабулесики брали. Подивися, сейчас хоть подивися. И вы скажете, видно там гроши, или не видно? Вот это не бачила вчера там денег. А что-то побачили в прокуратуре, в регионе побачили. Это же ваши деньги, в связи с законодательством. Ага, давайте не рассказывай, там, в связи с законодательством. В связи с законодательством, в связи с законодательством, вы тоже. Диешь ты, бабки берешь, да? Я гроши не беру. Угу, не берешь ты. Сейчас мы тебе покажем, ты берешь, а не берешь. Не бери, он гроши не берешь. Види, виси. Спасибо. Вот так, вот. Все, вот так они работают. Видите? Видно, да? 200 гривен. Ты паузу держать? Да, ты что ты нахер понял? Урод, ты винучий, блядь, не бачишь. Хоть и перелезай, блядь, что ты не бачишь, блядь. Ты хотя бы тут признав. Не, ну то понятно, что ты не мужик. Ты вчера пробалаболився. Козло там. Сказал, что не уйдешь. Тупо взял и уехал. Утек. Я не утек. Моя керенистка мне сказала, что я уйду. Ты мне сказал, что ты не уйдешь. Я тебя спросил. Говорю, слідчо-оперативную мы вызвали. Подожди. Ты сказал, хорошо, я никуда не уйду. Твои слова есть на видеокамере, ты взял тупо и уехал. Дивись, блядь, что-то у него в руках. Показать, что у него в руках? Что? Я не могу там это самое. Все, иди нахер. Понял, отсюда вам, блядь. Работать вы тут не будете, понятно? А камазика подавится в прокуратуре, понял, блядь. Уродина, вонючая. А? Ну, где же? Ты там сразу вредник, подави кого, каже 200 рубасів, блядь. Сразу, блядь. А оно не бачит, блядь. Это мы так вчера работали в этом самом деле. Где они? Иванка? Вперед Иванка. Феневичи, блядь. У них такая работа. Визвали слідчооперативную, сказали, я говорю, стись, жди. Да, я не буду уезжать, честное слово. Короче, задка, я как дал, оцена, оцена, и утик. Я говорю, что ж ты... Показывали? Ну конечно. Показывали им. Ничего не бачим, ничего не это, ничего не те самое. Слідчооперативная побачила, райотдел побачил. Прокуратура тоже побачила. Слідчоопрокуратура. Каже, кого? Тюрма ему. А даже его коллега сегодня. Все? На больничном тоже? А Иван где? Тоже на больничном? Тоже там вин е, бляха, муха. Ваня, блядь. Ай-яй-яй. Ладно, поехали. Все равно ничего уже тут не будет. Рабыть.